Здравствуйте, уважаемые студенты! Тема лекции «Нефритический синдром у детей» Лектор Жагипарова Жанат Каримовна, доцент кафедры пропедевтики детских болезней Нефритический синдром – это симптомокомплекс, развивающийся на фоне воспалительных заболеваний почек и характеризующийся гематурией, протеинурией, повышением артериального давления, периферическими отеки мягких тканей с признаками азотемии и олигоурии, имеет циклическое обратное развитие. Нефритическим синдромом болеют дети чаще в возрасте от 3 до 12 лет, из них чаще болеют мальчики по сравнению с девочками. В большинстве случаев нефритический синдром является проявлением острого гломерола нефрита, чаще развивающегося после инфекции, вызванной нефритогенными штаммами бета-гемолитического стриптокока группы А. К таким стриптококковым инфекциям относятся фаренгит, танзелит, скарлатина, кожные поражения, такие как импетига, пиодермия. Предрасполагающим фактором относятся очаги хронической инфекции, повышенная семейная восприимчивость к трептококковой инфекции, отягощенная наследственность по инфекционно-аллергическим заболеваниям. Классифицируется как острый постинфекционный посттрептококковый гломеролонефрит с циклическим обратным развитием, затяжным и хроническим течением. Как острый нефритический синдром при системных заболеваниях, таких как люпуснефрит, нефрит шинлейнгеноха, системная красная волчанка и другие воскулиты, иммуноглобулина А нефропатия, быстро прогрессирующий гломеролонефрит, мембранопролиферативный гломеролонефрит. В развитии нефритического синдрома почти всегда присутствует посттрептококковый нефрит. Решающее значение принадлежит повышению общей реактивности организма. Косвенным подтверждением гиперергического генеза является наличие латентного периода между окончанием предшествующей инфекции и первыми клиническими признаками заболевания. Его длительность колеблется от 1-4-6 недель. Заболевание возникает в предварительно сенсибилизированном организме с высоким содержанием циркулирующих антител. Они вступают во взаимодействие с экзоантигеном, в данном случае бета-гемолитический стриптококк. Из всех стриптококков только нефритогенные штаммы бета-гемолитического стриптокока могут стать причиной развития нефритического синдрома. В результате чего в крови образуются иммунные комплексы антиген-антитела. Первоначально иммунные комплексы могут формироваться в гемоциркуляторном русле, а затем откладываться на внутренней стенке капилляров клубочков или, проникая глубже, осаждаются на мозальной мембране и в мизангии. Происходит активация, собственно, почечных клеток, миграция иммунокомпетентных клеток, высвобождение медиаторов тканевого повреждения и развитие иммунного воспаления в клубочках. Одновременно активизируются триггерные гуморальные системы, такие как система комплемента, каликриин-кининовая система, система гемокоагуляции фибринолиза, и ренин-ангетензин-альдостероновая система. Все это приводит к гипокомплементамии, выделению гемотоксических факторов С3-С5, привлекающих в очаг повреждения воспалительные клетки, такие как лимфоциты, моноциты, лизосомальные энзимы, образование мембрана атакующего комплекса С5-9, который деполимеризует белки базальной мембраны гламерул и вызывает ее лизис с ограниченными дефектами, увеличивается клубочковая проницаемость и появляется протеинурия. В результате первичной альтернации компонентами комплемента активизируется каликриин фактором хагемана, вследствие чего образуются активные кинины, которые вызывают повреждения эндотелия капилляров, что приводит к повышению сосудистой проницаемости и выходу жидкости из крови в тканевое пространство с перераспределением жидкости и скоплением ее в рыхлой клетчатке. Одновременно активированный фактор хагемана инициирует систему гемокоагуляции фибринолиза непосредственно в капиллярах гламеру. Возникает гиперкоагуляция, нарушение микроциркуляции, повышается внутрисосудистая свертываемость в капиллярах, агрегация в них тромбоцитов, отложение фибрина, что приводит к тромбозу, ДВС-синдрому, разрыву капилляров, макро-гематурии. Повышение артериального давления в своей основе имеет активацию ренин-ангетензин-альдестероновой системы, что приводит к усилению секреции антидиуретического гормона гипофиза, что лежит в основе увеличения объема циркулирующей крови и развития гиперволемии. В результате стимуляции альдестерона происходит увеличение реабсорбции и задержка в организме натрия и воды, следствием чего является появление отеков и также имеет значение повышение сосудистой и тканевой проницаемости за счет воспаления. Стимуляция синтеза простагландинов Е2, осуществляемая ангиотензином, брадикинином, вазопрессином, усиливает депрессорную функцию почек, что также приводит к повышению артериального давления. Таким образом, следствием развившегося воспалительного процесса в почках является снижение клубочковой фильтрации с развитием олигоурии и гиперазотэмии. В клинической картине в типичных случаях нефритический синдром развивается через 1-4 недели после стриптококкового заболевания носоглотки и 3-6 недель после поражения кожи. Отмечается ухудшение общего состояния, недомогание, снижение аппетита, тошнота, уменьшение диуреза, потемнение мочи, появление головной боли, отеков на лице и голенях, может быть кратковременное повышение температуры тела. Объективно, ребенок бледен за счет ангиоспазма, отмечаются умеренные отеки по утрам, локализованные на лице и к вечеру появляются на голенях, в области лодыжек. Отеки плотные, не смещаются. Отмечается равномерное повышение артериального давления, как систолического, так и диастолического, более чем на 15-20 мм рт. ст. Чаще артериальная гипертензия, кратковременная, на период олигоурии. За счет повышения артериального давления могут наблюдаться изменения глазного дна. Со стороны сердечно-сосудистой системы обнаруживаются тахикардия, реже брадикардия, приглушение тонов сердца, расширение границ относительно сердечной тупости, ослабление первого тона, усиление второго тона, наорте и легочной артерии. Расширение границ сердца связано с повышением артериального давления. Отмечаются боли в поясничной области за счет воспаления, повышения внутрипочечного давления и растяжения капсулы почек. Моча цвета мясных помоев за счет макрогематурии. Олигоурии на фоне сохраненной концентрационной способности почек диагностируется у половины детей и через 7 дней отмечается восстановление диурезы. При классическом варианте обычно выражены все признаки заболевания, как ренальные, так и экстраренальные, о которых мы только что говорили. Таким образом, для нефритического синдрома характерна классическая триада. Это умеренные отеки, артериальная гипертензия и гематурия, что дает основание заподозрить нефритический синдром. В лабораторной диагностике необходимо определение общего анализа крови, общего анализа мочи, биохимического анализа крови с определением общего белка, белковых фракций, креатинина, мочевины, холестерина, липидов, глюкозы, циреактивного белка, микроэлементов калия, натрия, кальция, фосфора, определение титрокомплимента С3 и антистрептолизина О в сыворотке крови. Определить скорость клубочковой фильтрации, кагулограмму и мазок из зева. В инструментальном исследовании необходимо измерение артериального давления, электрокардиограмма, УЗИ почек, биопсия почек по показаниям. В лабораторной диагностике, таким образом, в общем анализе крови определяется легкая анемия, повышение сои до 20-30 мм в час, нитрофилез, при наличии инфекционного агента может быть лейкоцитоз. В общем анализе мочи, моча цвета кофе или имеет вид мясных помоев за счет макрогематурии, умеренная протеинурия до 1-3 г в сутки, цилиндр урия, в основном гиалиновый и эритроцитарный. Лейкоцитурия может быть, но она является маркером иммуновоспалительного процесса в почках. В биохимическом исследовании крови отмечается незначительная гипопротеинемия с диспротеинемией за счет повышения гамма-глобулинов, повышение концентрации цириактивного белка, креатинина, повышение титро-антистрептолизина О, снижение комплимента С3 при нормальном уровне комплимента С4. У 90% больных отмечается в крови повышение циркулирующих иммунных комплексов. Инструментальная диагностика. На УЗИ почек мы можем увидеть, что контуры гладкие, размеры в пределах возрастной нормы или несколько увеличены, эхогенность снижена. На электрокардиограмме при артериальной гипертензии выявляют перегрузку левого желудочка и возможные нарушения ритма. Биопсия почки при циклическом течении нефритического синдрома практически не проводится. Она показана только при прогрессирующем повышении креатинина, при сохраняющейся протеинурии более 6 месяцев и при сохраняющейся снижении С3 фракции комплимента. Таким образом, диагностическими критериями нефритического синдрома являются связь со стриптококковой инфекцией, то есть ангина, скарлатина, импетига и латентный период после нее в течение 1-4 недель. Наличие предрасполагающих факторов, такие как хронические очаги инфекции, повышенная семейная восприимчивость к стриптококковой инфекции. Высев из зева бета-гемолитического стриптокока группы А. Типичный клинико-лабораторный симптомокомплекс, характерный для нефритического синдрома. Снижение содержания в крови С3 фракции комплимента при нормальном уровне С4 фракции комплимента. Нарастание титра антистрептолизина О через 2-3 недели. В лечении начинаем с немедикаментозного лечения. Назначается постельный режим при экстравенальных симптомах и макрогематуреи. Расширение режима показано при ликвидации гипертензии, отеков и уменьшении гематурии. В диете стол номер 7. Ограничение поваренной соли и жидкости при достаточном колораже и содержании витаминов. Белки животного происхождения ограничивают при повышении концентрации креатинина и мочевины. Жидкость назначают из расчета диуреза за предыдущий день плюс 300 мл это потери на перспирацию. Медикаментозное лечение включает в себя антибактериальную терапию. Ее проводят с учетом указания на предшествующую стрептококковую инфекцию. Предпочтение отдают препаратам пенициллинового ряда. Это бензил-пенициллин по 50-150 тысяч единиц в сутки 4-6 приема. В случае аллергических реакциях назначается эритромицин из расчета 30-50 мг на килограмм веса в сутки в 3-4 приема. При указании в анамнезе частого или неконтролируемого применения вышеуказанных препаратов терапию целесообразно начинать с защищенных пенициллинов или цифалоспоринов. Антибактериальная терапия назначается в возрастных дозировках в течение 7-10 дней при отсутствии очагов инфекции. Симптоматическое лечение. При отеках назначаются диуретики. Предпочтение отдают салуретикам, таким как фуросимид в дозе 1-2 мг на килограмм массы или гидрохлортиазид 12-50 мг в сутки внутрь. Продолжительность этих препаратов определяется наличием отечного синдрома, артериальной гипертензии. Осмодиуретики противопоказаны при нефритическом синдроме из-за имеющейся гиперволемии. Кратковременная умеренная артериальная гипертензия требует назначения одного гипотензивного препарата из ингибиторов АПФ. К ним относятся энолаприл или фозинаприл. Энолаприл назначаем в дозе 2,5-5-10 мг в сутки при СКФ не менее 30 мл в минуту. В 20-30% случаев необходима комбинация ингибиторов АПФ с блокаторами кальциевых каналов, то есть АМЛОДИПИН мы можем назначить в дозе 20-40 мг в сутки или и блокаторов ангиотензина-2, такие как ВАЛСАРТАН 25-50 мг в сутки или ЛОЗАРТАН в дозе 60-80 мг в сутки. Дозы гипотензивных препаратов подбираются индивидуально и обязательно под контролем артериального давления. Антикоагулянты показаны при угрозе тромбоза сосудов, то есть если имеется гипоальбуминемия, менее 15 г на литр. В этих случаях назначается гепарин в дозе 100-150 единиц на килограмм массы тела и обязательно под контролем коагулограммы подкожно в течение 1-2 недель. Таким образом, индикаторами эффективности лечения являются отсутствие азотемии, то есть показатели мочевины менее 6,4 мкм на литр, отсутствие отеков, уменьшение или исчезновение протеинурии, гематурии, восстановление функций почек, то есть нормализация диуреза, СКФ в расчете по показателю креатинина в пределах 90-130 мл в минуту, нормализация артериального давления. Спасибо за внимание!